Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Я неоднократно рассказывал про структурные ноты, которые работают на фондовом рынке международном, которые от различных организаций, там требуется статус квалифицированного инвестора и от 10 тысяч долларов. И мне люди спрашивают, говорят, слушай, там обманут, не заплатят, а вдруг не заплатят купонный доход и так далее. Вот сейчас я хочу показать, как это все выглядит, как платится купонный доход. Мне говорят, а покажи, что ты получаешь или нет. Но сейчас я хочу вам показать, как это все получается на практике. Очень любопытно это получается. И, соответственно, вы увидите, что это происходит. Смотрите, сейчас я включаю демонстрацию экрана своего личного кабинета в открытии «Брокер». И этот личный кабинет касается, смотрите, глобальный рынок, международный рынок. Дело в том, что структурные ноты, они выпускаются эмитентами, я уже говорил, ну, крупными эмитентами, европейскими, крупнейшими инвестиционными компаниями. Вот, там это либо, обычно это Коммерцбанк, Германия крупнейший, один из крупнейших банков. Бывает на Тиксис, по-моему, это французский банк крупнейший. Бывает швейцарский банк. Вот такие, как правило, эмитенты. И это покупается на международном фондовом рынке за доллары. Я повторяю, 10 тысяч долларов. Теперь смотрите сюда. Вот сейчас вы видите, вот этот международный фондовый рынок, он у меня открыт и был пуст. 0 рублей, 0 копеек. Вот. Что происходит дальше? Дальше смотрите, вот здесь, вот, опуля, и сразу такой горб. Что такое? Я перевел туда 627 946 рублей, это в пересчете, то есть я перевел 10 тысяч долларов, но в пересчете на рубли вот такая сумма получилась. Я перевел зачисления и переводы. Смотрите. Так, я перевел 637 тысяч, но, так сказать, доллар немножечко там упал за этот день и, соответственно, уменьшилась сумма. Дальше я добавил немножечко еще 12 тысяч рублей, ну, то есть сколько долларов я добавил, там 150, по-моему, долларов. Вот. Что произошло дальше? Дальше, значит, открывается нота 23 апреля. Видите, да? Открывается нота. И дело в том, что нота покупается на внебиржевом рынке, поэтому она не отражается в личном кабинете. Поэтому сразу мой счет бамс рушится. То есть, смотрите, было на счете 642 тысячи рублей, осталось 7 тысяч 375 рублей. Что это такое? Это значит, что нота открылась, зарегистрировалась, и так как она зарегистрировалась на международном фондовом рынке, то ее стоимость не отражается, она равно нулю считается. Вот. И, значит, ну, сколько-то денег надо было, чтобы открыть эту ноту, сколько-то осталось, 237 тысяч 375 рублей. И вот здесь я их снял, 7 тысяч 460 рублей. Почему 460? Потому что, ну, доллар за это время немножечко подорожал. Вот. Все. У меня на счете ноль, вы видите, да? Проходит 3 месяца. Я говорил, что период наблюдения каждые 3 месяца. Это была нота на сталелитейной компании США, там было практически наверняка в плюс, и там был купонный доход 15% годовых в долларах. И смотрите, что произошло спустя 3... Да, нота автоотзывная. Вот. То есть, если все акции всех компаний вырастают, то, соответственно, нота закрывается. Вот, что произошло спустя 3 месяца. Смотрите. 8 июля, со 2 июля по 8 июля, мои активы 650 тысяч рублей, то есть, нота закрылась. Мне вернули все 10 тысяч долларов. И зачисление доходов от ценных бумаг 23 614 рублей 69 копеек. Вы можете легко посчитать, что это как раз 275 долларов по курсу того времени. 275 долларов. Зачислился сначала купон, упал на меня, вы видите, вот он, зачисление купона за 3 месяца. То есть, 15% годовых за 3 месяца от 10 тысяч долларов получается 275 долларов. Вот они зачислены. И зачислены назад, нота закрылась, зачислены назад все 10 тысяч долларов. Что происходит дальше? Ну, мне это понравилось. Я открываю следующую ноту. Вот она. Я открываю следующую ноту. То есть, денег там хватает, ничего не надо докладывать. Опять у меня все обнуляется. Опять у меня все обнуляется. И, значит, осталось 16 797 рублей. Значит, я их перевожу на другой рынок. Все, вывожу. Это прибыль, в общем-то. Вот. Нота уже другая. Там, по-моему, 10%. Вот все происходит дальше. Дальше опять нота то же самое берет и закрывается. 664 тысячи рублей. Насколько я понимаю, нота закрыта. Или нет. Ну, вот, короче говоря, вот так вот. То есть, видите, что никаких зачислений нет, у меня вдруг появляется ни с того, ни с сего. А, нет, она не закрылась. 664 тысячи рублей. Вдруг ничего. Ни с того, ни с сего. Я перевел 100 рублей. Это за обслуживание счета там надо было. Вот. Собственно, все. Да, это был случайный какой-то выплюх. Они вдруг решили ее показать, а потом вдруг решили не показывать. Ну, вот так вот. Что происходит дальше? Дальше. С 22 октября по 28 октября. Это период наблюдения очередной. Очередной период наблюдения. То есть, 3 месяца прошло. Там уже, не помню, 10 процентов, по-моему, годовых по этой ноте. И купон выплачивается, нота не закрывается. Она автоотзывная. Условия отзыва не выполнены. Ну, слава богу. То есть, она там была на пределе. Могла отозваться, могла не отозваться. Но, слава богу, не отозвалась. Зачисление по ценным бумагам. Там 243, по-моему, доллара, насколько я помню, 10 процентов годовых за 3 месяца. Вот они, зачисление. Удержан налог 2265 рублей. Вот они, доллары. Вот я их вывел. Вот я их вывел оттуда. И, соответственно, все. Что происходит дальше? Дальше я с успехом жду. И вот недавно прошел второй период наблюдения. И у меня, видите, зачисление по ценным бумагам 17 503 рубля. То есть, прошло еще 3 месяца. Как часики мне поступают деньги на счет. 253 доллара. Условия отзыва не выполнены. И надо сказать, что там, в общем, одна из акций, акции компании Anheuser Bush. Они упали. Это производитель пива крупнейший. Почему они упали? Они очень сильно упали. Они упали практически до 70% от того уровня, по которому я их покупал. То есть, они были практически на грани уже того, что купон не будет выплачен. Но грань не была пересечена. Буквально там 68%, не 68%, 73% было от первоначальной стоимости. Поэтому купон был выплачен в полном объеме. Сейчас акции пошли возвращаться. То есть, я буду получать вот эти вот купонный доход 10% годовых в валюте. Или 11, я не помню уже. Вот. В валюте до тех пор, пока эти условия не выполнятся. Условия автоотзыва это уже не выше 100% от того уровня, когда я покупал. А уже после первого периода наблюдения уже 98% от первоначального уровня должны пересечь вверх. Сейчас еще на 2% понизилось. Уже 96% от начального уровня. Если стоимость всех активов будет 96% от того уровня, когда я их открывал, то есть, если они не выросли, а упали не более чем на 4%, все акции, там 4 компании, по-моему, или 5, вот, то я получаю очередной купон. Ну, практически гарантированных там 10 или 12 процентов годовых в валюте. Вот вы видите, что я уже за полгода получил вот эти деньги. То есть, я в апреле месяце сначала 15% годовых и там отозвалась нота, я следующую ноту открыл. Следующая нота уже полгода и за полгода как часики поступают деньги. Деньги поступают как часики. Вот насчет того, что обманут не надо трын деть. Вот, брокер не обманет. Это все гарантировано. А о том, как покупить эту ноту, я рассказывал. Вот, сейчас вы видите, вот там буквечка и, если нажмете там выскочит плейлист о том, что такое структурные продукты и структурные ноты, инвестиции для богатых, там все это есть, я об этом рассказывал, и о том, как открыть структурную ноту, я тоже рассказывал, обращайтесь, я помогу, вот, но могу сказать следующее, что структурная нота открывается только от 10 тысяч долларов и требуется статус квалифицированного инвестора. Если у вас нет такого статуса, то, в общем, вам доступны только структурные продукты с защитой капитала, ну и прочие всякие прелести на фондовом рынке, ну, вот так. Ну, для чего я это рассказываю? Для того, чтобы надо было понять, к чему надо стремиться, то есть структурные ноты, это хорошо, надо получить статус квалифицированного инвестора. Получить статус квалифицированного инвестора достаточно легко, имея, ну, скажем, ну, если у вас есть там 400-500 тысяч рублей, вы уже вполне сможете обеспечить условия выполнения вот одного из условий, которые позволяют получить статус квалифицированного инвестора и пользоваться вот этими нотами. Вот, как это сделать? Ну, обращайтесь, я тоже помогу. Ну, это просто, грубо говоря, нужно трейдингом заниматься, пройти курс биржи для чайников и немножечко поторговать на срочном рынке, это очень легко делается и там, насколько я помню, оборот за месяц должен быть за три месяца подряд не менее, чем 20 миллионов рублей, это очень легко, поверьте мне, имея даже 100 тысяч рублей сделать. Вот, ну, а на сегодня все, спасибо за внимание, с вами был Деменков Юрий. Субтитры создавал DimaTorzok,